Нам приходилось включать телевизор, не чтобы его посмотреть, а чтобы был дополнительный свет. Настолько здесь все темно, особенно ночью. Смотрите, сколько здесь волосных. Я просто провел Аполласу. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Для иностранных граждан дополнительно какой-то у них сбор, если иностранный, плюс 4 доллара за человека за ночь. Что касается по номеру, есть пару фишечек. Номер красивый, номер современный, все отлично. Единственное, есть пару минусов. Первый раз, когда мы сюда заехали, комната была освещена вот так. Здесь буквально только два светильника находятся. И там маленький светильник над столом. Когда мы сюда заехали, я сразу спросил, потому что было очень темно. Сверху я не вижу никаких освещений. Я спросил сотрудника, говорю, почему так темно? Он говорит, это такой дизайн, что это так будет темно. Я до этого останавливался, но не в таких, но тоже в туслых гостиницах с плохой освещенностью. И мне приходилось, если что-то вы делаете, там работаете с бумагами, либо что-то еще. Если того светильника нет, приходилось выходить в туалет. Тоже элементарно просто постричь ногти, либо что-то. Приходится выходить в туалет, это единственное место, где есть освещение нормальное. То есть проблема с освещением. По освещению объясню позже. В итоге оказалось там немного по-другому. По постели. По постели, я не знаю, может это какая-то фишка такая в гостиницах. Но многие, вот до этого мы останавливались в гостинице, здесь тоже, они просто не почему-то дырявые идут. Дырку я заметил, я не могу проверить, насколько чистые простыни, потому что здесь реально, это на камере сейчас показано, что комната светлая. На самом деле сейчас это все происходит днем, и комната очень-очень темная. Проблема вот именно с освещением. Были моменты, когда нам приходилось включать телевизор, не чтобы его посмотреть, а чтобы был дополнительный свет. Настолько здесь все темно, особенно ночью. При заезде дается халат и тапочки, но почему-то на одного человека, хотя номер на двоих. Поэтому отдельно нужно будет звонить на каунтер и просить, чтобы они отправили дополнительный комплект. Сам номер по удобствам, он очень удобный. Здесь есть удобная кровать, есть кушетка, есть рабочий стол и вот эта такая длинная панель с телевизором. На телевизоре не показывают YouTube, это не смарт-телевизор, HDMI кабеля тоже нету, только международные каналы и местные. Кстати, опять по освещению, я повернул этот светильник, чтобы он светил вверх, потому что тупо нам не хватало света. Я думал, хотя бы так, как-то осветить комнату. В первый день, то есть я сообщил сотруднику, что у нас это все дело очень темное. Второй раз, когда мы сделали заказ, привезли нам еду, мы оставались в самой гостинице, было просто поздно выходить куда-то, поэтому мы решили заказать рум-сервис. Привезли еду сюда, я спрашиваю сотрудника, как мы будем кушать, потому что здесь было реально темно. Нашу сотрудник говорит, что все комнаты такие, у всех такое освещение. И нам пришлось в темноте, в темноте реально, в темноте просто кушать. При том, что есть несколько клавиш, которые ничего не делают, но я так подразумеваю, она включает дополнительную подсветку. И эта подсветка, как оказалось сегодня, спустя два дня, как мы находимся здесь, эта подсветка, она идет сзади телевизора, получается, сверху, снизу, и дает дополнительный свет. Я отдельно вставлю фотографию сайта, покажу, как это должно выглядеть. То есть, получается, два дня мы были лишены света в комнате. Эту проблему мы решили потом сотрудникам отеля, я отдельно в самом конце уже расскажу об этом. Сейчас в первую очередь расскажу по комнате. Комната была то ли немного неподготовлена, не знаю, но я просто не могу понять, как горничная без света, без вот этого освещения, она здесь убиралась. Она могла бы заметить, что света нет. Палас, он кругом ковер. На ковре, проведя рукой, я нашел кучу чьих-то волос, очень-очень разноцветных, там были и черные, и оранжевые, и даже белые волосы. Поэтому, возможно, комната была либо неподготовлена, либо просто тупо здесь вот так упираются. В домере имеется холодильник, вода присутствует. Воду дополнительно в любой момент можно позвонить на каунтер, они отправляют бесплатно. Имеется сейф. В этот раз он прикручен, не так, как в предыдущем отеле у нас было, где сейф можно было взять и унести просто. Имеется глазильная доска и сам утюг, дополнительные подушки, ну и все остальное. Кондиционер также сделан правильно, он не дует на кровати, он дует ровно на коридор. Температуру выдерживает, но проблема еще в том, что я не знаю, в каком состоянии кондиционер, фильтр проверить нельзя, и иногда хочется свежего воздуха, а свежего воздуха здесь окна открыть нельзя. Окна не открываются. Одна из хороших фишек этого отеля, ну, во-первых, комнаты просторные, комнаты сделаны современно. И самое главное, это локация. Покажу, где мы находимся. Вот это телевышка в Ташкенте. То есть в центре рядом с нами находится парк, парк Ташкент-Лэнд, из-за которого, в принципе, мы сюда и заехали, потому что мы заехали на два дня, я думал показать сыну парк, но, как оказалось, парк, он уже, он уже дохлый. Там работает буквально только пару аттракционов. И то вчера, когда мы пошли, в понедельник у них оказывается еще и выходной. Мало того, что аттракционы не работают, выходной. Поэтому пробуйте другие парки, но так как локация хорошая, она прямо напротив метро, отсюда вы можете добраться в любую точку. Кстати, такси очень дешевые, можно кататься на такси целый день. Есть одна непонятная штука для меня. Рядом с кроватью находятся несколько выключателей. Один из выключателей, он включает свет в туалете. Но не абы где под умывальником. Для чего это сделано, непонятно. Видите, света нету под умывальником. Теперь нажимаем на кнопочку. Под умывальником появился свет. Теперь спрашивается, зачем тебе отсюда с кровати регулировать светом, даже не светом, это просто подсветкой в туалете. Зачем это сделано? Зачем для этого нужна была отдельная кнопка? И зачем для этого нужно было устанавливать его рядом с кроватью? Когда там тоже есть выключатели. Прямо с номера. Ну, как и у вас в гостинице, вы можете заказывать ром-сервис. Но по ценникам очень так приемлемо. По нашим это, ну, допустим, плов 7 долларов стоит. Паста, вот мы пробовали пасту карбонара. Ну, правда, она по нынешним, по локальным ценам, я думаю, это дорого. 12 долларов стоит. А так, если по сравнению с другими отелями, очень-очень даже дешево. Так, по ванной комнате. Ну, ванная комната здесь зачетная, несмотря на то, что это простой стандартный номер. Пару плюсов и пару минусов по ванне. Ну, все сделано красиво, богато. Как и в любом пятизвездочном отеле. Но иногда в некоторых пятизвездочных есть такая бескусница. Здесь как бы все так зачетно сделано. Установлены даже картины. Кстати, картины, они кругом во всем холле и в каждой комнате присутствуют. И они прям настоящие картины, не фотографии. Вот какие должны быть фены в гостиницах. Вот это вот новый век. Чтобы их можно было переносить. Не те, которые ставили аж лет так 20-30 назад. Они прям вмонтированы в стену. Их вытащить нельзя. И там дается такой очень короткий провод. Ты тупо стоишь вот перед зеркалом и лишний раз раздвинуться не можешь. Потому что шнур тебе тупо не дает. А здесь я взял фен, пошел в комнату, там высушился. Вот почему бы так не сделать? Фен стоит буквально копейки. Зачем прикручивать все это к стенке? Как будто кто-то его утащит. Рабочая поверхность достаточно большая. Даются все с лейблом их гостиницы все принадлежности. Кстати, имеется абсолютно все даже для натирания. Туфлей. То есть вот эта губа или щетка. Я оба ее не пользуюсь, поэтому не подскажу. Но в общем есть все, кроме почему-то бритвы. При том, что бритва в других гостиницах кругом есть. И мне пришлось ходить бритву отдельно покупать. Душевая очень просторная. Очень удобная. Но есть два конкретных косяка. Конкретно в этом номере. Видите вот эта штучка? Она расположена под углом. Если мы положим... Это я сейчас высушил мыло. А если положить либо мыло, либо что-то еще. Вот такая штучка. Она вообще абсолютно все оттуда просто падает. А мыло... Ты вот помылся, положил, она раз упала. Ты палат положил и... А больше некуда просто положить мыло. Здесь и нету других полочек. Короче, полочка под углом, но она... Ее легко просто починить. Не знаю, почему это не делается. Верх тупизма. Это регулятор воды. Регулятор воды. Посмотрите, здесь и нет никаких индикаторов. Не здесь, не здесь. Какая из них душевая? Какая из них лейка? Верхняя какая из них шаурная? В этом не проблема. Нижний регулирует воду. Горячую, холодную. Верхнюю регулирует, с какой стороны будет литься вода. И насколько это сильно. Теперь. Здесь нет индикатора, как остановить эту воду. Ее нужно поставить ровно посередке. При том, что она просто прокручивается и влево, и вправо. Влево вы даете. Если влево нажать, идет сверху вода. Вправо идет лейка. Теперь. Видите, вот у вас вода текет. И оттуда, и оттуда. Теперь надо поймать это место. И его надо вот так подкручивать, чтобы найти ровно середку, где вода не поступает ни туда, ни сюда. Два дня у нас периодически текла вода. Допустим, сын заходит, принял душ. После него я захожу, смотрю, вода тебе текет. Потому что я знаю, что он не может найти эту середку. Я тоже нахожу середку с трудом, и то спустя какое-то время. Там нужно регулировать. Там нету даже не то, что картинки. Там по ощущениям нет никакого датчика, что ты прокрутил. Либо ты встал в то состояние, где она прекращает подавать воду. Зачем такой дизайн? Это самый глупый дизайн, который я видел. И получается, ты крутишь то сюда, то сюда. Самое ужасное, это когда ты принимаешь душ вот из этой штуки. И думаешь, ты собираешь ее закрыть. Ты его закрываешь, и сверху на тебя идет вторая вода. Потому что ты тупо прокручиваешь. Зачем это так сделано? Ну и по туалету. Такие кнопки, расположение кнопок, ну это чисто по моему опыту, очень неудобно. Потому что когда ты сидишь, и ты пытаешься дотянуться, потому что не знаю как остальные, я периодически смываю воду. Я не жду, пока это все там наберется, целый суп. И когда я только встаю, я смываю. Нет, я смываю периодически. Чтобы это сделать, мне периодически надо нажимать на эту кнопку. Но судя вот на этом стуле, вы это сделать никак не сможете, потому что эта кнопка находится прямо за вами. Намного удобнее это какой-нибудь рычажок. И мусорное ведро. Посмотрите, какая у нее дырочка. При том, что это мусорное ведро находится рядом с туалетом. Соответственно, салфетки не чистые, скажем так, должны отправляться туда. Но как они будут отправляться, я лишний раз боюсь ее трогать, потому что дырочка очень маленькая. Это ты ее должен скомкать так и протолкнуть, чтобы это все туда попало. Поэтому я положил вот такую коробочку. Если мы закидываем какие-то салфетки, я коробочку уже проталкиваю. Все, чтобы лишний раз этой ведерочкой не трогать. Почему нельзя было поставить простой ведерочкой? Я понимаю, это дизайн. Но иногда бывает глупый дизайн. По туалету, буквально, последняя претензия. Это вот такая бумага. Эта бумага, я не знаю, ее можно... Она... Я такую бумагу ее, честно говоря, вижу первый раз. Она такого качества, не знаю, может это такое качество хорошее, может это плохое. Но... У меня такое ощущение, что она просто не растворяется в воде. Потому что она такая довольно-таки плотная. Попробуем. Сразу она не растворяется в воде. Она прям идет кусками. И прям такими плотными кусками. Мне кажется, такую бумагу... Выкидывать в туалет будет опасно. Ну и пользоваться вон тем горшком тоже что-то не очень хочется. Итак, в целом, гостиница хорошая, локация хорошая, еда отличная. Здесь хороший завтрак. Разнообразия много. Правда, он заканчивается что-то рано для нас. Но учитывая то, что мы встаем поздно, в 10.30. Комнаты красивые. Сделано все богато. Есть вот пару косяков. Но это возможно конкретно вот по этой комнате. Возможно, нам досталась такая комната. Мы здесь находились два дня. Через два дня мы решили остаться еще на два дня. Чтобы не менять гостиницу. Не перетаскивать все рюкзаки, все наши сумки. А так мы обычно где-то два дня, два-три дня пробываем в одной гостинице. Переезжаем в другой. Потому что тоже надоедает. И нужна локация новая. Чтобы посмотреть достопримечательности. Те, которые рядом. Но в этот раз решили никуда не переселяться. Остаться здесь. Я стал заказывать на букинге. И на тот момент я узнал, что вот эта штука вместе под телевизор полностью имеет подсветку. То есть в комнате, значит, был свет. А все это время мы находились в номере с неудобствами. Я попросил вызвать управляющего ко мне в сторонку. Дело в том, что до этого у нас был приблизительно такой же случай. Когда была какая-то проблема с комнатой. И я позвал управляющего. Управляющий спустился. И прямо на стойке он стал ругать сотрудника. Чтобы избежать этого, в этот раз я спустился к стойке. А, почему мне нужен сразу управляющий? В том плане, чтобы не передавать, не рассказывать одну и ту же ситуацию. Из уст в уста. Получается, ты рассказываешь девчонке. Девчонка передает там заму, зам передает управляющим и так далее. Чтобы избежать вот этого всего. Это очень долгий процесс для меня. Мне легче все сказать управляющим. Кто этим занимается, кто решает все эти вопросы. Так вот, я попросил девушку сразу, чтобы она мне вызвала управляющего. И, мол, я его буду ждать за кофейным столиком. Подальше от фронт-деска, чтобы не привлекать ненужное внимание. Потому что конфликты не нужны. Все равно там есть посетители, которые могут неправильно отреагировать на это. В общем, пришел парень. Я так понимаю, он зам управляющего. Я ему объяснял ситуацию. Говорю, вот мы заехали буквально два дня назад. Все эти два дня мы были без света. Я сегодня собирался делать продление. Еще остаться на два дня. И вот только через booking, через веб-сайт, я понял, что там, оказывается, имеется подсветка. Соответственно, значит, там был свет. А все эти два дня мы были без света. Поэтому я ему предложил. Говорю, давайте сделаем так. Я заплачу еще за два дня, которые мы здесь будем находиться. Но предыдущие дня, так как мы находились без света, скажем, в комнате с неудобствами, давайте вы отмените и мне посчитаете эти два дня как за комнату с неудобствами. Заодно узнаем, сколько у вас стоит комната без света. На что он, ну, сотрудник молодец, он извинился. Он пообещал, он сделал несколько предложений. Он говорит, давайте мы вам поменяем тогда... А так как отменить нельзя предыдущую оплату, потому что я делал через booking. Я говорю, хорошо, тогда предыдущую оплату давайте оставим как есть. А вот последующие два дня тогда я просто оплачу как за комнату с неудобствами. Ну, я считаю, что так будет правильно. Потому что мы действительно в течение двух дней никогда в таком комнате не оставался, где мне каждый раз приходилось бегать в туалет, чтобы что-то там сверить по документам. Парень ситуацию понял, поэтому сказал, что есть сейчас у них какие-то скидки, и он по скидкам сделает нам комнату... и сделает там комнату получше, апгрейдит нас на люкс. Хотя мы вдвоем, нам без разницы в каком комнате находиться, мы все равно целыми днями находимся в городе. Поэтому это люкс, не люкс. На Глаше был номер с освещением. И чтобы завтрак был, чтобы мы не заморачивались насчет этого. Я еще заказ в букинге не делал. У нас до 12 часов они пообещали меня переселить. Не знаю, за сколько это будет стоить и какая это будет комната. Отдельно вставлю фрагмент. Мое предложение гостиницы было намного адекватнее, я считаю. Просто сделать перерасчет за две ночи, которые я уже провел здесь. Почитать мне эти ночи как за номер с неудобствами. А дополнительно я просто проплачу все как надо. Кстати, не знаю, что было пролито вот на этом столике. Видите какие следы? Я изначально думал, что здесь все что-то пролили. Это тер, тер, тер и водой. И чем только я не тер, это не смывается. Это на гранитном столике. Субтитры сделал DimaTorzok Так, короче, нас переселили. По-моему, для нас даже подготовили complimentary fruits, кейки. Не знаю, как они давно ли. Надеюсь, что они сейчас их подготовили. Вино. Блин, мне тогда нужно будет остаться на еще пару дней. Чтобы, ну, во-первых, они не разорились. Во-вторых, я это все потому что не выпью за все это время. Телевизор, ну, скорее всего, тоже не смарт. Хотя, хотя это Samsung, может быть и смарт. Тогда мы сможем смотреть YouTube. Столик. Здесь, по крайней мере, света, как в той комнате. Блин, здесь, по-моему, тоже будет со светом проблема. Вот здесь вот только одна лампочка. И одна подсветка за телевизором. Опять не вижу никаких других лампочек. Что-то они экономят, что ли. Экономят не на том. Барная стойка. Холодильник. Так. Здесь вот туалет. Туалет здесь побольше. Здесь уже идет на две раковины. Ванная. У меня еще сотрудник заверил, говорит, там будет ванная. Люкс, поэтому он будет отличаться. Я никогда в отелях ванной не пользуюсь. Я пользуюсь вот только душевыми кабинками. Здесь и душевая кабинка нормально так сделана. Здесь можно было бы дверь не ставить для туалета, потому что она все равно стеклянная. И ты все равно по-любому будешь закрывать дверь. Регуляторы такие же, как и в предыдущей комнате. Я говорю, это проблема всего отеля. Вот как здесь ловить воду. Ага, я понял. Я понял, я понял. В том номере эта штука была сломана. Когда вы крутите ее, она, короче, не кликает. Она просто проезжает туда-сюда. И ты сидишь, короче, ловишь момент, с какой стороны поймать, где эта середина. А здесь она... Вот это она сделана правильно, значит. Она доводится до определенного уровня. Там, где-то такой клик, ты уже по чувствам уже понимаешь, что тебе дальше идти не надо. Столько места. Нам двоим, конечно, будет слишком много. Ну, здесь и сейф. Это шкафы. Шкафы. Опять же, кушетка. Так, здесь света... Здесь света, по крайней мере, вроде бы больше. Вот видите, как подсветка в идеале должна выглядеть. Снизу свет идет и сверху идет. Вот этой штуки у нас в предыдущем номере просто не было. Поэтому было очень темно. Здесь она смотрится вот так, более красивше. Кровать большая на двоих. Вот скоро сейчас приезжает жена. Мы собирались переехать в другой отель. А здесь, по ценнику, если получается так же, в принципе, дешевле, тогда возможно просто взять, установить дополнительную постель, заказать. И тогда оставаться в этом номере. Субтитры сделал DimaTorzok Если брать по цене, по которой они мне посчитали, конечно, отель отличный. Локация отличная. Сервис. Ребята очень приветливые все. Мне все понравилось. Поэтому я изначально планировал здесь остаться только на 2-3 ночи, а потом переехать в другой отель. Но в итоге мы здесь оказались на 6 ночей. Я бы остался дольше. Просто нам надо ехать дальше, посмотреть уже Бухару. И мы забронировали билеты. По течение где-то 6-7 дней мы вернемся в Ташкент, потому что самолет будет в Сеул из Ташкента. И я решил на день пораньше приехать и остаться в этой же гостинице. Потому что нам понравилось, тем более по цене. Очень-очень даже приемлемо, потому что у меня выходило даже намного дороже, если я бы брал отель через тот же самый онлайн-букинг, через Агоду. Поэтому я попросил на стойке девушку, чтобы она связалась с тем менеджером, который... Его зовут Уктам, который нам помогал. Попросить, если есть возможность. Так как мы все равно забронировали гостиницу в другом месте, тоже в Ташкенте. Я просто не знал, что у них вот эти скидки, это все комплименты. Оказывается, скидки тоже присутствуют. Вообще, я его попросил, если есть возможность, чтобы они мне эту же самую комнату дали по этим же тарифам, дали 26-го числа. В этом случае я просто отменяю гостиницу там, где я забронировал, и мы возвращаемся сюда. Здесь для нас намного удобнее, потому что... Ну, вы видите, номер, если вы с семьей, это прям в самый раз. Гостиница нам подогнала вино, фрукты, соки. А так же мы это все оставляем, потому что нам тупо надо лететь уже. Мы всегда катались просто целыми днями, поэтому нас в номере не было. Спасибо, конечно, за фрукты, но не было возможности даже их поесть. Вот там друзья тоже фрукты подогнали. Это попробуем сейчас запаковать, так как это был подарок, поэтому запакуем, что-то с собой возьмем. Такая ванная, конечно, с двумя раковиной. Это очень удобно, если вы путешествуете с детьми в самый раз, поэтому очень хороший вариант был для нас с семьей. Телевизор смарт, но однако же у него нет выхода YouTube, но там есть вариант включить Smart View. Ко второму телевизору, вот я как и говорил, через Smart View можно подключиться. Вот сейчас у меня сын подключился через телефон и просто делает трансляцию. Поэтому, если даже нету каналов, которые вы ищете, все равно вы сможете просмотреть и YouTube, и Netflix, просто транслируя со своего телефона. Единственная проблема на две комнаты только одно мусорное ведро. Бедро, оно быстро переполняется. Что касается погоды, здесь погода такая отличная. Вот мы два кондиционера, мы кондиционеры выключали. Я изначально беспокоился, что здесь окна не открываются никак. Мы спим с открытыми окнами, а нет под кондиционером, чтобы не простудиться. И кондиционер, даже выключив его, в комнате вообще не было жарко, мы спали под одеялами. Что касается имени, вот вы можете видите, что кругом указано International Hotel, Ташкент. Почему-то многие знают эту гостиницу как Intercontinental, по-моему. Возможно, до этого он назывался так, но сейчас он называется International. И со следующего месяца, как мне сказали на стойке, у них будет ребрендинг. Возможно, отель перешел в другие руки, и уже там будет другая франшиза. Я спросил девушку, что поменяется, потому что, в принципе, здесь все в нормальном состоянии. Однако же, возможно, интерьер поменяется, сфера обслуживания. Возможно, будут какие-то карты лояльности и чего-то еще. По номерам, номера видно, что они свежие. Здесь чего-то переделывать не вижу смысла. Есть маленькие котики, которые я говорил в предыдущем ролике. Первый раз, когда я включил воду, потому что у нас двое детей, они одновременно купались, один в душевой, один в ванной. И, как оказалось, этой ванной никто не пользуется. Ну, как и я. Когда я куда-то выезжаю в гостиницу, я никогда не пользуюсь ванной, я всегда пользуюсь в душевой. И, соответственно, здесь все точно так же. Никто, возможно, не пользовался ею. Включив воду, вода была прям коричневая. Поэтому ребенок стал меня звать, говорит, там идет шоколадная вода. Ну, пропустили воду, вроде бы все прошло. Скорее всего, потому что просто никто тупо не пользовался. Но мне интересно, как они тогда здесь все моют, если они не используют воду в ванной. Что касается слива, в душевой, конечно, есть слив, а вот в туалете слива не видно на полу. Ни там, ни вот здесь. Поэтому интересно знать, как это все моется. Возможно, это все только с пол, только здесь все потирается. У нас, скорее, просто принято все водой сметать, чтобы все промывать наверняка.